Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Просто закидали вопросами про то, как стать джуном с нуля, да, то есть получить свою первую работу, если вы сегодня только хотите вкатиться в IT. Я решил сделать такое консолидированное видео, в котором рассказать основные моменты, которые нужно выполнять, и причем в последовательном изложении, то есть вы можете взять это видео и прямо начать по нему действовать с полного нуля до первой своей работы. Вот, к сожалению, все прямо очень подробно я рассмотреть не смогу, поэтому если будет интерес к этой теме, можно будет прямо некоторые пункты разжевать еще более детально. Но теперь давайте к видео. Я назвал видео «Джун за пять шагов», но это не значит, что вы сделаете эти все пять шагов быстро. Вообще каждый из этих шагов рассчитан примерно на 2-3 месяца, поэтому в сумме получится достаточно приличное количество времени, и не нужно затратить для того, чтобы найти свою первую работу. Естественно, выполнение всех этих шагов не гарантирует того, что вы быстро найдете работу. Это просто такой роудмэп, который стоит пройти для того, чтобы все-таки получить хоть какие-то шансы на трудоустройство. И, к сожалению, ситуация в IT сегодня такова, что работу джунами, особенно если вы свитчер, получает только лучший из лучших, поэтому стараться нужно, вкладываться, и тогда ваши шансы найти работу сильно увеличатся. Ну, давайте, что называется, поговорим. Первый шаг, который у нас есть, это изучение языка программирования. Естественно, если вы хотите стать программистом, нужно начать с того, чтобы просто изучить язык программирования. Конечно, знать просто язык программирования недостаточно для того, чтобы найти работу, но вы не можете никуда двигаться в карьере, если не знаете никакого языка программирования. Значит, первое, что вы изучаете, это базовый синтаксис. Существуют лекции, да, самое популярное, что сегодня есть, это лекции, причем они многие бесплатные, например, CS50, это гарвардский курс по computer science, который, в общем-то, с нуля за 16 лекций введет вас в синтаксис языка C, там, по-моему, еще Python есть в этом курсе. И это, например, на мой взгляд, хороший старт, бесплатный абсолютно старт. То есть мы начинаем с того, что где-то за 2-3 месяца, здесь надо говорить обязательно о сроках, то есть я предполагаю, что 2-3 месяца это более чем достаточно для того, чтобы изучить базовый синтаксис любого языка программирования и начать на нем писать какие-то небольшие программки. Но кроме видео лекции обязательно нужно читать книги и читать их, естественно, нужно по том языке программирования, который вы выбрали и учиться работать с документацией. Конечно, после того, как вы немножко поработаете с видео лекциями, почитаете книги, вы поймете, что на самом деле гораздо проще и быстрее любой вопрос в IT решается чтением документации. Там, как правило, есть вся необходимая сухая информация, которую вы просто читаете и используете. Работать с документацией, милое дело, это основная часть работы любого программиста. Конечно, есть Stack Overflow, который еще может предметно ответить на любые вопросы, но я здесь его не рассматривал. Значит, как только вы немножко ознакомились с базовым синтаксисом, и я думаю, что если на весь этот шаг большой язык программирования нужно 2-3 месяца, то я думаю, здесь, в принципе, одного месяца на базовый синтаксис вполне достаточно. Второй месяц, второй-третий месяц вы тратите вот сюда, да, еще один месяц на решение задач. То есть, на самом деле, чтобы закрепить в своей памяти, в своей голове конструкции языка, алгоритмические шаги, нужно просто много-много-много раз повторить простые действия. И здесь есть замечательные ресурсы, такие как Code Wars или Elite Code, которые позволяют вам просто автоматизировать знания языка программирования. Вам не нужно ничего настраивать, у вас уже вся среда разработки, это просто окно веб-браузера. Вы там пишете код, видите результат на Code Wars, это, на мой взгляд, вообще идеальная платформа для новичков. Есть очень простые задания, которые решаются буквально в 5 строчек. На любом языке программирования, прямо в окне браузера вы их пишете, запускаются тесты, и это автоматизирует просто офигенно ваши навыки. Вот эти первые 2-3 месяца изучения программирования я настоятельно рекомендую начать вот с этого. Изучить базовый синтаксис по лекциям, по книгам, по документации и нарешать задачи. Потом перейти ко второму шагу, который я назвал инструменты разработки. Когда вы поймете логику построения программы, будете делать это элементарно, без какой-то среды окружения, вы со временем поймете, что этого недостаточно, чтобы получить работу, потому что работа это язык программирования плюс инструменты разработки. И вот здесь нужно будет определиться с тем, какие инструменты разработки вам нужно изучить в первую очередь. И здесь я думаю, что тоже где-то стоит рассчитывать на 3 месяца, где-то вот этот шаг, и начать его нужно будет с изучения фреймворков. Определившись с языком, вы практически гарантированно определились с основными фреймворками, которые вам нужны. Фреймворки можно также изучать по виде лекциям, по книгам. И здесь самое важное, чтобы фреймворк был, соответственно, с возможностью какой-то, даже пускай частичной автоматизации. Ну, например, если мы говорим про фронт, это ангуляр, у него есть CLI, и у многих других фреймворков есть CLI, которые позволяют вам после установки иначально базово сконфигурировать проект. И изучение вот фреймворковских команд, это первое, что вам придется сделать, а потом уже научиться написать на нем код. Дальше. Есть генераторы. Это тоже команды, которые позволяют вам генерировать прямо шаблоны кода. И когда вы начнете искать уроки, а это, в общем-то, основной шаг на развитие на этом этапе, если мы не говорим о каких-то курсах, это поиск просто уроков в интернете, выполнение этих уроков. Там будет наверняка куча примеров того, как с помощью командной строки можно сгенерировать уже готовые куски кода. Есть к фреймворку различные дополнения, которые просто генерируют вам код, и это вот момент, который связан с изучением готового, с изучением существующего, он очень важен, потому что здесь вы уже, зная базовый синтекс из языка, сможете немножко понимать, как в работе это все выглядит. И, конечно, рассмотреть, например, на GitHub, это готовые boilerplate приложения, которые очень их много, если на GitHub вбить название фрейворка и написать boilerplate, много будет репозиторий, в которые вы можете также базово скачать и посмотреть. То есть на данном этапе вам нужно научиться получать готовый код, который используется в реальных приложениях, но который написали не вы, потому что вы еще начинающий разработчик. Поэтому вот это как бы важная ступенька в изучении фреймворков. Как только вы немножко разобрались, научились все это базово генерировать, создавать, следующее — это версионирование. К версионированию я отношу в первую очередь контроль версий. Это, понятное дело, на сегодня гид, это лидер. По нему достаточно посмотреть несколько видеоуроков, основные команды понять, как делать ветки, как делать коммиты. И дальше версионирование с позиции семантического версионирования. Это проставление версии. Она обычно состоит из трех циферок. И вот понять, что это за циферки, как они ставятся и как они инкрементируются — вот это и есть задача этого пункта. После этого вы, соответственно, можете уже спокойно двигаться в сторону семантических коммитов. Это, опять же, определенное именование коммитов и определенные правила именования коммитов, которые позволяют, в том числе, автоматически генерировать версию. На практике, на работе вам это очень пригодится. Очень много где это используется, поэтому версионирование — это вот следующая часть, после того, как вы базово изучили фреймворк, для того, чтобы двигаться дальше. После этого смотрим на IDE. Опять же, ищем уроки. Наиболее популярная IDE на сегодняшний день — это VS Code. Она бесплатная, и под нее очень много всякой информации, поэтому ее, эту IDE, изучаем и ставим плагины в зависимости от того, какой фреймворк вы выбрали, какие инструменты разработки вы используете. И это, конечно, требует отдельного пункта. Если есть какие-то идеи, по какому конкретному фреймворку стоит снять видео, я могу рассмотреть, какие плагины под VS Code, например, нужны для той или иной среды разработки. Дальше. Вот этот пунктик, надо было пометить звездочкой, он необязательный, но он очень помогает в том, чтобы развить свои скиллы разработчиков. Сейчас автоматизация практически везде есть, и все разработчики должны так или иначе понимать, как можно написать скрипт, который автоматизирует те или иные работы. Для этого нужно изучать Shell, командную строку операционной системы. Во всех операционных системах есть такая возможность. И это как такой дополнительный пункт, необязательный, но достаточно желательный. Вот. И еще тоже такой пункт, это статические анализаторы. После того, как вы немножко поймете, как работает ваш фреймворк, как работает система контроля версий, освоитесь CDE, у вас возникнет вопрос, как сделать так, чтобы ваш код был корректно оформлен. И вот для этого используются статические анализаторы. Они гораздо больше, чем просто проверка кода. Вот. Но, тем не менее, их стоит посмотреть, если вы хотите, чтобы дополнительно сразу на вас были наложены ограничения, связанные с оформлением кода. И там они иногда дают подсказки, связанные не только с оформлением, но и с логикой работы, с ошибочной логикой и так далее. То есть, вообще, статический анализатор, он имеет достаточно широкий спектр применения. И здесь его имеет смысл посмотреть. Значит, это, собственно говоря, вот за этим делом у вас пройдут вторые три месяца. Это, ну, оптимальный такой срок. Для многих это даже достаточно быстро. Здесь может быть и до пяти месяцев, наверное, дойти изучением вот этого всего. Но это очень важно, потому что, на самом деле, это базис для дальнейшего движения вперед. И вот дальнейшее движение вперед, это, как ни странно, попытка поучаствовать в open source. Значит, здесь вам понадобится обязательно вот это вот просто сегодня must-have, зарегистрировать GitHub, настроить красиво свой профиль. Я не знаю, почему, но сегодня на это просто огромное количество внимания уделяет, как настроен ваш профиль на GitHub и какие там есть проекты. Поэтому на это стоит обратить внимание. Ну, и, соответственно, все ваши маленькие библиотечки, все ваши маленькие лабораторные работы, которые вы будете делать до этого, все нужно сюда снести для того, чтобы в репозиториях была вот прямо история вашего развития. Это может пригодиться, если кто-то из ваших потенциальных работодателей в будущем все-таки посмотрит, что вы делали, и для него это будет дополнительная информация. Здесь есть разные мысли, стоит ли совсем базовый код сюда добавлять, там какие-то лабораторки, или не стоит, или это, наоборот, отпугнет. Но, в общем-то, на данном этапе я все-таки рекомендую обязательно добавить. И вот на этот шаг, опять же, два месяца на то, чтобы научиться участвовать в open-source проектах. И вы тут скажете, я начинающий программист, я нигде не работал, у меня нет коммерческого опыта, как я могу вообще где-то поучаствовать в каком-то open-source? Все дело в том, что есть, во-первых, учебный open-source, и сейчас практически такой тренд на то, чтобы курсы имели свои open-source проекты, которые вот как раз такие новички могли бы поучаствовать. Даже я собираюсь запускать свои некоторые open-source проекты, в которых новички смогут принимать участие. Здесь нужно будет отрабатывать не столько ваши скиллы, как разработчика, а именно оформление кода. Очень много есть сейчас задач, связанных там с русификацией, или наоборот, переводом на английский, оформлением кода, добавлением написанием хелпа. То есть это позволит вам реализовывать не совсем программные вещи, но научиться работать с другими людьми, предлагать свои pull-requests. Будет хорошо раскачан скилл от именно мерджа двух разных проектов. То есть это очень важно, потому что командная разработка сегодня полностью базируется на системах контроля версий, и здесь вам необходимо ее подтянуть. И да, это бывает сложно, но это больше сложно с позиции того, чтобы сделать первый шаг, начать искать проекты. Как я уже сказал, я постараюсь запустить свои open-source проекты, там это вообще можно сделать очень легко. Ну, посмотрите, наверняка вы при желании найдете ни один проект, в котором вы можете хоть какое-то участие принять. Более того, вы можете пытаться делать какие-то таски, не предлагая потом pull-requests, просто чтобы дальше автоматизировать свое знание разработки программного обеспечения. Это очень важно, вот этот шаг, вот этот барьер, когда вы еще не можете написать свое приложение, но уже хотите что-то делать полезное, лучше, чем open-source, вам не найти. Ну, просто нет другого варианта. Вот преодолеть себя, научиться делать pull-requests, искать эти проекты, это очень-очень нужная штука. Если интересно, можно даже сделать видео, прямо сесть и поискать конкретные проекты, куда можно делать pull-requests, чтобы прямо предметно этот список составить. После того, как вы 2-3 месяца потратите на этот шаг, вы можете переходить к самому важному, это создание своего первого пед-проекта. По сути, ваш пед-проект и будет той основной, тем основным козырем, который вы будете показывать на собеседовании, когда вас будут спрашивать про ваш код. Никакого коммерческого опыта у вас еще на этом этапе нет. Говорить о том, в каких реальных проектах вы участвовали, вы не можете. Вы можете сказать, я участвовал в таких-то open-source проектах, и у меня есть свой пед-проект, который позволяет вам показать, именно как вы собрали все вместе. Язык программирования, фреймворки, инструменты разработки, версионирование и так далее. Это покажет именно ваш базовый скилл. И, собственно, пед-проект может вам позволить отработать дополнительные скиллы. То есть все, что я раньше говорил, гитхаб, знание языка, это все здесь должно быть. Здесь вы можете попробовать сделать первый свой CI-CD pipeline, то есть непрерывную интеграцию, непрерывное развертывание. Здесь вы можете подумать, как сделать свой API. И здесь вы можете взять дополнительные технологии. На самом деле вот этот момент очень сложный. Свой пед-проект, его можно просто сделать огромным, и в нем будет огромный стек. О каких технологиях я говорю? В первую очередь это тестирование. Только на одном тестировании можно убить 2-3 месяца, изучая тестирование. СУБД, да, изучите SQL, изучите реализационные базы, нереализационные базы. Тоже это может 2-3 месяца уйти. Просто технологии фронт-бэк, да, то есть. И это, вот это все может растянуться более чем на один год, просто изучение технологий. Поэтому я это вставил сюда тоже как опциональную штуку. На самом деле, первое, что вам нужно сделать в своем первом пед-проекте, это максимально утилизировать свои знания. И тоже рассчитывать его на не более чем на 3 месяца. То есть, если вы работаете с фронтом, не лезьте в бэк. Делайте что-то, что не требует базы данных, авторизации и всего этого. Потому что важно сделать пед-проект, который будет базироваться на вашем текущем стеке. Конечно, если у вас есть силы, желания и возможности, вы можете залезть и сюда, сюда, сюда. Но это приятные бонусы, которые сегодня, к сожалению, джунам требуется при приеме на работу. И, конечно, если вы изучите CICD, как строить API, и к ним еще и тесты будете уметь писать, и с ОБД будете знать, как работает, и разницу между фронтом и бэком. Это вообще вот этот минимальный стек, он сделает вас, по сути, полноценным джунам. Но, как я сказал, он может потребовать огромного количества времени. И тут нужно смотреть по вашей ситуации, то есть, насколько вы быстро обучились. Все-таки лучше сделать что-то на базе тех знаний, которые у вас есть. Это всегда возможно. Это стопроцентно возможно. Просто ваш пед-проект не будет, скажем так, приложением, веб-приложением или бэкэнд-приложением. Он может быть библиотекой, он может быть просто веб-интерфейсом, он может быть даже просто голым и JSON API, да, там, REST4 API. Неважно. Те ограничения, которые вы ведете, это важно для того, чтобы ограничить себя по времени. Вы не должны вылезти вот за эти три месяца. Если вы начнете копать вот эту глубину, и этот стек пытаться весь освоить, неважно за какое время, вы всю свою мотивацию просто съедите на этом проекте. Поэтому здесь важно себя ограничить. И вот как раз этот предыдущий опыт, участие в open source, нарешивание на лид-код или на код-ворс, или еще где-то задачек, он должен вас подготовить к тому, чтобы сделать что-то небольшое. Главное, небольшое. Не пытайтесь охватить все. И вот после этого шага вы должны, когда у вас появится пэт-проект, вы должны обязательно пойти на собеседование. И да, вам будут отказывать. Поверьте, вот стопроцентно вы первые, там, свои 50 собеседований провалите. И чем больше вы их будете проходить, тем лучше вы будете понимать, что там спрашивают, что нужно на это отвечать. Это будет давать вам обратную связь на ваши пробелы. Потому что самостоятельно, по книгам, по лекциям вы все равно не будете знать всего, что нужно. Даже пойдя на курсы, вы все равно не будете знать всего, что нужно. Даже профессиональные разработчики, которые преподают на курсах, они упрощают программу, они уходят от многих нюансов, они вам дают готовое окружение, они вам дают готовые инструменты, они вам говорят готовые методические рекомендации. И вы многие моменты все равно не знаете. Вот когда вы пойдете на собеседование, вот там вы все свои слабые места махом найдете. Поэтому, чем больше проходить собеседований, тем лучше. И этого не надо бояться. Тем более, сейчас есть онлайн-собеседование, онлайн-собеседование при каналах. Проситесь на собеседование к разработчикам, которые ведут свои YouTube-каналы, проходите их онлайн, и они вам дадут обратную связь. Сегодня войти и войти, да, крайне сложно. Джуниоры, как я уже сказал, только лучшие из лучших, имеют шансы. Поэтому не надо бояться, не надо стесняться, иначе вы просто будете бесконечно что-то изучать, бояться и никуда не взвинетесь. И помните, что для прохождения собеседования нужен опыт прохождения собеседования. Не опыт коммерческой разработки, не опыт реальной работы, а именно умение показывать свои знания на собеседованиях. В конце концов, вы претендуете на Джуна. Вы не претендуете на сеньора, да. У коммерческой разработки не все Джуны могут ей похвастаться, и это нормально. Поэтому вам там понадобится именно умение спокойно проходить собеседование, не бояться, не волноваться, не заикаться, общаться, понимать что вас спрашивают отвечать максимально точно и учиться учиться вот на этом и вот этот момент вас может занять от 4 до 6 месяцев таким образом у нас получается на первый этап три месяца на второй этап тоже где-то три месяца на 3 ну то есть у нас все этапы практически по 3 месяца 5 этапов это 15 месяцев примерно реальный срок того как вы можете с нуля до джу надо расти каждый из этих шагов конечно можно писать подробнее опишите свой опыт как вы начали входить в профессию в комментариях опишите что вам было сложно пишите конкретно что можно внести в этот roadmap какие изменения может порядок каких-то пунктов может какие-то пункты добавить и мы попытаемся с вами сформировать такой емкий план того как двигаться вперед потому что без плана без понимания того куда вы хотите двигаться вы никуда не придете нужно учиться планировать нужно учиться разбивать на этапы делать декомпозицию своих целей и это кстати один из основных навыков которые вам понадобятся в профессии декомпозиция и упрощение сложных задач разделение их на части вот такой вот мэп у меня получился с вами был союз спасибо что слушали до свидания